Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Анастасия Роджерс, и я являюсь паралегалом в иммиграционно-адвокатском офисе Дерна Смолкова. Это видео стоит рассматривать исключительно как информативное и отнюдь нет, как юридический совет. Если вам требуется консультация адвоката, позвоните нам по телефону 888-902-9285, и мы будем рады вам помочь. Сегодня мы с вами поговорим о защитном убежище, или Defensive Asylum. Это процесс, который стоит рассматривать в случае того, если у вас нет визы для легального въезда на территорию Соединенных Штатов, или вы уже въехали на территорию США нелегально, или же вы сдались на границе, и при этом у вас есть страх возвращения на родину. То есть вы боитесь, что в вашей жизни и здоровье может быть причинен вред, что вы можете быть заключены в тюрьму, или что вас могут преследовать по причине вероисповедания, сексуальной ориентации, национального принадлежности, расы, политического мнения и так далее. Как этот процесс работает? Многие наши клиенты прилетают в Мексику, в Тихуану, чтобы приехать к границе, которая находится близко к нашему офису в Калифорнии. Затем мы пересекаем границу, и на границе США мы просим политическое убежище. Когда вы просите о политическом убежище на границе, то первым шагом в этом процессе будет заключение в миграционной тюрьме. Это неизбежно. И обычно женщины с маленькими детьми выпускают сразу же, при этом надевают GPS-браслет. Если у вас нет маленьких детей, то, скорее всего, вы будете задержаны в миграционной тюрьме до тех пор, пока процесс не завершен. Однако, условно-досрочное освобождение доступно через 6 месяцев, но большинство наших клиентов выходит на волю гораздо ранее. Это зависит от ваших обстоятельств. То есть, если у вас есть спонсор Соединенных Штатов, который является гражданином Соединенных Штатов, или держателем зеленой карты, и этот человек готов ручаться за вас и предоставить гарантию того, что вы придете на все заседания суда, и при этом вы убедите офицера с помощью или без помощи адвоката в том, что ваша история реальна, и вы ее не придумали только для того, чтобы остаться на территории США, тогда вам могут предоставить условно-досрочное освобождение. Или по-другому называется пароль. После того, как вы попадаете в тюрьму, следующим шагом будет назначение интервью. Это обычно происходит в первую пару недель после заключения. На этом интервью вам необходимо будет рассказать, почему вы боитесь, не хотите или не можете возвратиться в свою страну. После прохождения интервью ваше дело переходит в суд, и ваше ходатайство на политическое убежище должно быть составлено, подано до заседания, и затем уже должно быть защищено в суде. При успешном прохождении судебного заседания вы получаете политическое убежище в США, и через год после подтверждения вы можете подавать документы на грин-карту, и через 5 лет, будучи держателем зеленой карты, вы можете подавать документы на гражданство. Что касается членов вашей семьи, то их вы можете добавить в ваше ходатайство на политическое убежище, вы можете добавить супруга или супругу, и детей до 21 года. В целом, это очень хорошая процедура для тех, у кого нет возможности получить туристическую визу в США, и затем подать на политическое убежище по упрощенной процедуре. И для многих людей это единственный доступный способ. Мы помогли очень многим нашим клиентам успешно пройти через этот процесс. Однако мы принимаем клиентов только с реальной историей. И если вы придумывали вашу историю только в целях иммиграции в США, то наш офис не для вас. Но если у вас действительно есть страх возвращения на родину, то мы можем вам помочь. Каждая ситуация очень индивидуальная, и поэтому для того, чтобы узнать, как этот процесс будет проходить именно для вас, вы должны связаться с нашим офисом и проконсультироваться с адвокатом. Для звонков из США наш номер телефона 888-902-9285, и для международных звонков наш номер телефона плюс 1-619-755-9822. С нами также можно связаться через сообщения на нашем веб-сайте или по имейлу. Спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok